Глава десятая. Подводные каменноугольные копии. На другой день 20 февраля я проснулся очень поздно. Ночная усталость продлила мой сон до 11 часов. Я быстро оделся и поспешил узнать направление наутилуса. Приборы показывали, что мы плыли на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров. Когда пришел к Ансель, я рассказала ему о ночной прогулке. И так как иллюминаторы были открыты, он смог мельком увидеть часть затопленного материка. Наутилус плыл всего в 10 метрах над Атлантидой, как воздушный шар, который ветер проносит над земными лугами. Вернее сказать, мы сидели у иллюминаторов, как в вагоне курьерского поезда. На первом плане мы видели скалы фантастической формы, деревья, перешедшие из царства растительного в царство ископаемых. Их неподвижные окаменелые силуэты дрожали и искажались набегавшими волнами. Груды камней скрывались под ковром морских анемонов, ворсом которого были длинные вертикальные водоросли, наплывы лавы странноискривленные. Все свидетельствовало о непомерной силе вулканических извержений. Пока причудливые пейзажи проплывали перед нами в фокусе прожектора Наутилуса, я рассказал Канцелю об Атлантах, история которых так вдохновила Бальи. Я говорил ему об Атлантиде как человек, который уже не сомневается в ее существовании. Но Канцель слушал меня довольно невнимательно. Впрочем, его рассеянность вскоре объяснилась. Множество рыб привлекло его внимание, а при виде рыб Канцель обычно погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности. Мне оставалось только последовать его примеру и заняться вместе с ним их теологией. Впрочем, рыбы Атлантического океана не слишком резко отличались от тех, которых мы уже видели в других морях. Здесь были скаты-гиганты диаметром 5 метров. Большая мышечная сила позволяет им выбрасываться из воды, а потом они с шумом падают на ее поверхность. Голубая акула в 15 футов длиной с острыми треугольными зубами была почти незаметна в морской воде. Коричневые морские караси держались стайками. Осетры были похожи на осетров Средиземного моря. Морские рыбы-иглы длиной в полтора фута, желто-коричневые, с маленькими серыми плавниками, без зубов и без языка, извивались в воде, как змеи. Среди костистых рыб канцель заметил черноватую меч-рыбу длиной 3 метра с острым мечом на верхней челюсти. Его заинтересовала ярко окрашенная рыба, известная во времена Аристотеля под названием морского дракона. Прикасаться к ее спинным колючкам очень опасно. Корифена или золотая макрель показывала свою коричневую с голубыми полосками спину. Луна-рыба, похожая на диск, отливалась серебром и лазурью. Саблянки длиной 8 метров плавали группами. Грудные спинные плавники у них в виде серпов, а хвостовой плавник длиной 6 футов имеет форму полумесяца. Эти животные, скорее травоядные, нежели рыбоядные, повиновались малейшему знаку своих самок, как хорошо вышкаленные мужья. Наблюдая различные образцы океанской фауны, я не переставал рассматривать равнины Атлантиды. Иногда Наутилус замедлял ход и скользил с ловкостью китообразного по узким проходам между холмами. Случалось, этот лабиринт становился непроходимым. И тогда подводный корабль поднимался, как аэростат, перелетал препятствия и снова опускался, чтобы плыть в нескольких метрах над уровнем дна. Это удивительное и увлекательное плавание напоминало полет на воздушном шаре. Стоит только разницы, что Наутилус повиновался руке рулевого. Около четырех часов вечера грунт, состоящий главным образом из густого ила, смешанного с минерализованными ветками, мало-помалу становился более каменистым, усеянным конгломератами, базальтовыми туфами и кусками лавы. Я подумал, что горы скоро придут на смену равнения. В самом деле я увидел, что горизонт загорожен высокой горной стеной, которая, казалось, закрывала все выходы. Ее вершина, очевидно, была выше уровня океана. Возможно, это было подножие материка или, по меньшей мере, острова, одного из Канарских островов или островов Зеленого мыса. Координаты местности не были нанесены на карту, может статься умышленно, и я не знал, где именно мы находимся. Во всяком случае, эта стена показалась мне концом Атлантиды, весьма малую часть которой нам довелось обозрить. Ночь не прервала моих наблюдений. Я остался один, к конселью шел в свою каюту. Наутилос, уменьшив ход, плыл, или лучше сказать, вился над неясно обозначившимися массивами. То, чуть не касаясь почвы, как будто собирался сесть на дно, то всплывал на поверхность. Сквозь прозрачную воду я мельком увидел несколько созвездий, пять или шесть зодиакальных звезд, которые составляют хвост Ориона. Долго я еще оставался у иллюминатора, любуясь красотами моря и неба, пока не задвинулись металлические жалюзи. В это время Наутилос приблизился к высокой стене. Какие маневры капитан Немо использовал, чтобы преодолеть гранитную преграду, я не знаю. Пришлось отправиться в свою каюту. Наутилос не двигался. Я лег с твердым намерением проспать несколько часов. На другой день я вошел в салон в восемь часов. Манометр показывал, что Наутилос всплыл на поверхность океана. Я слышал шум шагов на платформе, но корабль стоял неподвижно, так как не ощущалось никакой качки. Я поднялся по трапу, люк был открыт. Но вместо дневного света, который я ожидал увидеть, меня окружила глубокая темнота. Где мы? Не ошибся ли я? Может, еще ночь не кончилась? Нет. Ни одной звезды на небе, к тому же ночью, не бывает такой абсолютной тьмы. Я не знал, что и думать. Вдруг около меня раздался голос. Это вы, профессор? А-а-а! Капитан Немо! Вскрикнул я. Где мы? Под землей, профессор! Под землей! Вскрикнул я. И Наутилос все плывет? Он всегда плывет. Но я не понимаю. Подождите несколько минут. Сейчас включат прожектор, и если вы больше любите свет, чем темноту, то будете удовлетворены. Я вышел на палубу и стал ждать. Тьма была такая, что я даже не видел капитана Немо. А между тем у меня над головой я замечал какой-то свет, вернее полусвет, который, казалось, падал из круглой щели. В эту минуту зажгли прожектор, и меня залило таким ярким сиянием, что я на секунду даже закрыл глаза. Наутилос стоял неподвижно около крутого берега, похожего на набережную. Море преобразилось здесь в озеро, заключенное в кольцо каменных стен диаметром 2 мили или 6 миль в окружности. Высокие наклонные стены образовывали что-то вроде свода с круглым отверстием, через которое проникал рассеянный дневной свет. Прежде чем внимательно исследовать внутреннее устройство этой огромной пещеры и доискиваться, была ли это работа природы или рук человеческих, я подошел к капитану Немо. «Где мы находимся?» — спросил я. «В самой середине потухшего вулкана», — отвечал мне капитан. «Море, вероятно, вследствие какого-нибудь землетрясения залило его. Пока вы спали, профессор, Наутилос проник в эту лагуну через естественный канал, открытый в 10 метрах ниже поверхности океана. Здесь наша пристань, надежная, удобная, скрытая от всех и укрывающая от плохой погоды и от всех ветров». «В самом деле», — сказал я, — «здесь вы в безопасности, капитан. Кто может найти вас в этом центре вулкана? Но в его вершине, кажется, есть отверстие». «Да, это кратер, когда-то извергавший лаву, пар и пламя. Теперь он пропускает свежий воздух, которым мы дышим». «Что это за вулкан?» — спросил я. «Он принадлежит к бесчисленным островкам вулканического происхождения, которыми усеяны эти воды. Для других судов это просто подводный риф, а для нас — огромная пещера. Мне открыл ее случай, чем оказал большую услугу. А нельзя ли спуститься сюда через кратер вулкана? Невозможно. Нельзя даже подняться. На сто футов от основания горы еще можно забраться. А затем стены становятся неприступными. Я вижу, капитан, что природа всегда и везде служит вам. На этом озере вы в безопасности, никто, кроме вас, сюда не проникнет. Но к чему вам это убежище? Наутилус не нуждается в гавани? Да, профессор, в гавани не нуждается. Но нуждается в электричестве для своего плавания. А чтобы добыть электричество, нужны элементы, которые необходимо снабдить натрием. А чтобы добыть натрий, нужен уголь. А для добывания угля нужны каменоугольные копии. Здесь море скрывает целые леса, затопленные еще в геологические эпохи. Они теперь минерализовались и превратились в каменный уголь и служат в ней неисчерпаемым источником топлива. Ваши матросы, значит, исполняют должность рудокопов, капитан? Именно. Эти копии простираются под водой, как и угольные шахты Нью-Касла. Одетые в скафандры с кирками и лопатами в руках, матросы добывают каменный уголь, который я не должен выпрашивать у земли. Когда я зажигаю уголь, чтобы получить натрий, дым вырывается из кратера и придает горе вид еще действующего вулкана. И мы увидим ваших матросов за работой? Нет, по крайней мере на этот раз, потому что я должен продолжать кругосветное путешествие. За один день мы погрузим на наутилу с хранящейся здесь запасы, а затем пойдем дальше. Если вы хотите осмотреть эту пещеру и обойти лагуну, то воспользуйтесь сегодняшним днем. Я поблагодарил капитана и пошел искать Неда и Консейля, которые еще не выходили из своей каюты. Я пригласил их с собой, не объясняя, где мы находимся. Когда мы вышли на палубу, Консейль, который ничему не удивлялся, нашел очень естественным заснуть под водой, а проснуться под горой. Недленд думал только о том, не имеет ли эта пещера несколько выходов. После завтрака около десяти часов мы сошли на берег. «Вот мы опять на земле», — сказал Консейль. «Я не хочу говорить, что мы на земле», — заметил канадец. «Мы скорее под землей, чем на земле». Между подошвой горы и озером находился песчаный берег, который в самом широком месте имел около пятисот футов. По этой ровной полосе песка можно было обойти вокруг озера. У самой скалы почва была усеяна живописными грудами вулканических осколков и огромными кусками пемзы. От действия подземного огня все это словно покрылось лаком и сверкало в свете электрического фонаря. Слюденистая пыль поднималась под нашими ногами и разлеталась облаком искр. Дно пещеры за полосой песка заметно повышалось, и мы скоро дошли до извилистых уступов, тянущихся вверх на подобие лестницы. Подниматься по ним было чрезвычайно трудно. Надо было осторожно идти среди груд конгломератов, ничем не скрепленных между собой, и ноги скользили на этих стекловидных трахитах, состоявших из кристаллов полевого шпата и кварца. Вулканическая природа этих огромных пещер подтверждалась. — Представьте себе, — сказал я своим спутникам, — что здесь было, когда этот кратер наполнялся кипящей лавой, и когда уровень этой жидкости, раскаленной до бела, поднимался до самого жерла, как расплавленный металл в доменной печи. — Я, с позволения их чести, себе это представляю очень хорошо, — отвечал консель. — Только я не понимаю, почему остановилась эта плавка, и почему горнила вулкана заменилась тихими водами этого озера. Очень вероятно, консель, что в результате землетрясений под поверхностью океана образовалось это отверстие, по которому прошел Наутилус. Тогда воды Атлантического океана устремились внутрь горы, произошла страшная борьба двух стихий, и дело кончилось в пользу Нептуна. Но много веков прошло с тех пор, и затопленный вулкан преобразился в тихий грот. — Все это отлично, — сказал Нэтленд, — только жаль, что это отверстие, про которое вы говорите, находится не на уровне моря. Но друг Нэт, — отвечал консель, — если бы этот проход не был подводным, то Наутилус не вошел бы в него. — А я добавлю, мистер Лэнд, что тогда вода не прошла бы под гору, и вулкан остался бы вулканом. Итак, ваши сожаления напрасны. Мы продолжали подъем в гору. Уступы становились все круче и все более суживались. Иногда их перерезали глубокие трещины, через которые надо было перескакивать. Приходилось обходить выступающие острые камни, взбираться на четвереньках, ползти на животе. Но благодаря ловкости конселя и силе Нэдленда все препятствия были преодолены. На высоте около 30 метров почва изменилась. Место конгломератов и трахитов занял черный базальт. Между базальтовыми глыбами извивались длинные ручьи застывшей лавы. Покрытые смолистыми полосами местами слались широкие серные ковры. Свет проходил сквозь кратер, слабо освещал все вулканические извержения, погребенные в недрах погасшего вулкана. На высоте примерно 250 футов нас остановило непредвиденное препятствие. Стены пещеры стали отвеснее и начали переходить в свод, так что прямое восхождение уже было невозможно. В этом месте царство растительное начинало спорить с царством минералов. Несколько кустов и даже небольших деревьев росло в трещинах между камнями. Здесь рос молочай с едким соком, гелиотропы, не оправдывавшие в этом месте своего названия, потому что солнечные лучи никогда не доходили до них, печально склоняли свои цветочки. Там и тут чахлые златоцветы робко выглядывали из-за алоэ с длинными болезненными листьями. Но между ручьями лавы цвели маленькие фиалки, испускавшие легкое благоухание. Я признаюсь, с величайшим наслаждением вдыхал их аромат. Запах — это душа цветка, а морские растения — великолепные водоросли, бездушные. Мы пришли к подножию роскошного драконового дерева — Драцены Драка, которая раздвигала утесы своими сильными корнями. Вдруг Нед Лэнд вскрикнул. — Профессор, улей! — Улей? — отвечал я. — Что это вы, Нед, бредите? — Улей, улей! — повторял канадец. — И вокруг него жужжат пчелы. Я подошел и должен был поверить в очевидное. В дупле драконового дерева ютилось несколько тысяч пчел. Пчелы вовсе не редкость на Канарских островах. Их продукция там очень ценится. Совершенно ясно, что Лэнд пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал. А хапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искр его огнива, и он начал выкуривать пчел. Жужжание мало-помалу прекратилось, улей опустел и предоставил нам несколько литров душистого меда, которым Нед Лэнд наполнил свою сумку. — Я смешаю этот мед с тестом из хлебного дерева и угощу вас таким пирогом, что просто объеденье, — сказал он. — Это будет не пирог, — сказал Консель, — а пряник. — Пряник? — Так, пряник, — сказал я. — Однако пойдемте дальше. Через несколько поворотов тропинки озеро показалось внизу во всей своей красе. Прожектор освещал его спокойную поверхность, на которой не было ни ряби, ни зыби. Наутилус стоял неподвижно, на его платформе и на берегу двигались матросы. Их черные тени резко выделялись на фоне освещенных скал. Мы обогнули гряду скальных уступов, которые поддерживали свод, и я увидел, что не только пчелы были представителями животного царства в недрах этого вулкана. Хищные птицы парили и кружились над нами, с шумом вылетая из гнезд, прилепившихся в неприступных местах. Это были ястребы с белой грудью, крикливая пустельга и жирные дрофы. Представляю вам судить, какая алчность обуяла Неда при виде вкусной дичи, и как он сокрушался, что с ним нет оружия. Он попробовал заменить свинец камнями и после многих неудачных попыток ранил великолепную дрофу. Если сказать, что он раз в двадцать рисковал жизнью, чтобы завладеть ею, то это будет чистейшая правда. Но он все-таки присоединил птицу к своей добыче. Мы должны были спуститься на берег, потому что базальтовая гряда стала непроходимой. Над нашими головами зияющий кратер казалось широким отверстием колодца. С этого места было видно небо. Я даже видел, как по нему бежали рваные облака, причем неслись они на небольшой высоте, потому что иногда они закрывали жерло, а вулкан поднимался под уровнем океана примерно на 800 футов. Полчаса спустя, после последнего подвига Неда Лэнда, мы достигли берега. Здесь флору представляла камнеломка или дикий укроп. Это мелкое зонтичное растение служит отличной приправой. Концель собрал несколько пучков, благо ее здесь было много. Что же касается фауны, то представителями ее являлись тысячи ракообразных. Омары, крабоотшельники, мизиды, креветки, сенокосцы, галатеи, а также великое множество моллюсков, спрятанных в своих раковинах. Мы нашли великолепный грот, вошли туда и с удовольствием растянулись на мягком песке. Огонь отполировал базальтовые стены и посыпал их искрящейся с людяной пылью. Нед Лэнд ощупывал стены и постукивал по ним, пытаясь определить их толщину. И я не мог удержаться от улыбки, наблюдая за ним. Разговор зашел по обыкновению о побеге. Я счел возможным сказать, что капитан Немо повернул на юг только для того, чтобы возобновить запас натрия, что теперь он, возможно, пойдет к берегам Европы или Америки, и что тогда удобнее будет исполнить задуманное. Мы лежали в этом прелестном гроте уже час. Разговор сначала очень оживленный, постепенно затих, нас клонило в сон. Спешить было некуда, и я не стал противиться сну. Мне снилось, ведь сны себе выбирать нельзя, мне снилось, что я превратился в моллюска, что этот грот не грот, а моя двустворчатая раковина. Меня разбудил голос канцеля. «Скорей, скорее!» — кричал он. «Что случилось?» — спросил я, приподнимаясь. «Вода, вода прибывает!» Я вскочил на ноги. Море врывалось в наше убежище, как прорвавший препятствие поток. «Скорей, скорее!» — кричали мы друг к другу. Через несколько минут мы уже были в безопасности. «Что это делается?» — спросил канцель. «Какой-нибудь новый феномен?» «Нет», — отвечал я. «Это прилив. Такой же прилив, какой застиг и героев Вальтера Скотта. Уровень океана поднимается, и по естественному закону равновесие, уровень озера также повышается. Мы отделались ножной ванной. Теперь бегом к Наутилусу». Через три четверти часа мы явились на корабль. Экипаж уже заканчивал погрузку, и Наутилус мог с минуты на минуту пуститься в путь. Но капитан Немо не отдавал никакого приказа. Он хотел дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала. Может быть. Как бы то ни было, на другой день Наутилус уже шел в открытом океане на глубине нескольких метров.